МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем вам добрый вечер! В эфире многосерийный проект о живых людях, знаменитых и не очень историй которых основательно вплетены в историю страны. Судьба человека в современном прочтении нашего человека. Сегодня история одного доморощенного чабана. Непростого, конечно. Валерий Голиков был когда-то акимом сельского округа, но сам добровольно отказался от государевой службы и ушел пасти овец. С настоящими баранами говорит как-то больше проку, чем с акиматовскими чиновниками. Чабан так увлекся новым делом, что он теперь единственный на севере Казахстана владелец племенной отары овец. Живет почти у самой российской границы, а в тех краях баранов еще никогда не выращивали. Вот где спрос рождает предложение. В минсельхозе чабана вроде приметили, правда Голиков до сих пор не уверен. Господдержка. Это точно хорошо? Или... А вот сейчас и поглядим. Да меня разве тут успеете снять? Туда-сюда бегать надо. Так и бегает каждый день Валерий Иванович по своему сельскому округу. От заката до рассвета. А таре в тысячу овец одного ждать не принято. Но только если этот один не тот самый профессиональный чабан. Один такой сегодня на всю Костанайщину. Хорошие чабаны всегда по правую руку у директора сидели на собрании. Нормальные чабаны. Это очень тяжелый труд, он всегда ценился. Если в каком-то другом ремесле заработать на жизнь можно, сидя на месте, то чабана кормят именно ноги. Свои. В общем, ходить круглый год по долинам и по взгорьям чабану по должностной инструкции положено. Это идешь не только по прямой линии, приходится где-то подворачивать, налево-направо, вы понимаете меня, как змейкой. Так что где-то в день получается по 40 километров это легко проходишь с атарой. Так что вся непогода, вся жара, все холода, все это переносит чабаны. Вы видите, наверное, по моему внешнему виду, какой я, как орангутанг, он весь черный, да. Эти овцы не только радуют чабана, но и за глаза всю местную администрацию. Такая атара в тысячу, как не повод говорить о возрождении местного овцеводства. Здесь автобаза была своя, маслозавод был, тут детский сад был, развалило, там музыкальная школа была, все. Музыкальная школа здесь? Даже музыкальная школа у нас была. Ну, в советское время еще при совхозе у нас центральное отопление, здесь все полностью работало, все развалилось, все разрушили, теперь вот люди так вот выживают. Старики в основном поуезжали в город, а тут уже остаются такие вот самые работяги. Я, допустим, в город и не хочу ехать. А чего? Да не знаю, мне в селе как-то проще и легче дышится, слава богу. Этой идиллией Валерий Иванович искал много лет, но стать чабаном, признается, заставила жизнь. Это сегодня, благодаря фермеру Голикову, Веденка входит в тройку опорных сел района. А тогда, после распада Союза, как и тысячи других сельчан, крестьянин Голиков остался неудел. Чем кормить семью, долго думать было нельзя. В дворовом загоне тогда было 60 овец. Они-то и стали основой его будущей племенной отары. Овца человека напоит, накормит, обует и оденет. Это универсальное животное. Чабан и глава семейного крестьянского хозяйства – это пока крайняя запись в трудовой книжке Валерия Ивановича. Но в ней же и весь его фермерский опыт. От ветеринарного врача, которым работал еще при совхозе, до главного специалиста. Да что там, Акимом тоже был. Целых два года руководил сельским округом. Скажите, а правда говорят, что вы были Акимом сельского округа и ушли? Сказать правду? Скажите, конечно, как есть. Ну, Акиму надо работать, кому-то там джимуртка на поворотах заносить, шестерить надо, это не мое, понимаете. Меня учило государство, я сам ветврач, производить мясо и молоко. Вот и все. То есть вот с этими баранами как-то… Не бараны, бараны учатся в академиях, это овцы, ребята. Вот что конкретно не понравилось вам в Акимстве вашем, в должности, не знаю, в кресле в том? То есть вы же, по сути, уникальный человек в стране, который добровольно отказался от Акимского кресла. Как? Ну, Акимское кресло, это что, царское кресло, что ли, это Акимское… Я хозяйственник, это производственник. Вот, Валерий Иванович, кому скажи, засмеют же, сам ушел из должности Акима. Ну, вот вы ушли пальцем у виска, никто не крутил? Не знаю, соседи, может, ваши… Смеялись поначалу, говорили, о, Валерий Иванович, крыша поехала. Ну, не лежит душа, нужно как? Заниматься, если работой, чтобы работа была, понимаете, к душе, вот, чтобы душа пела. Акимом работает не моя работа. Душа не поет? Не поет душа. Чебан – дело тонкое. И тут одного пастущего посоха в дороге будет маловато. Каждодневные марафоны по степи становятся для человека настоящим испытанием на выносливость. Нужно приучить себя пить и есть правильные продукты в правильном количестве. Просто меньше надо разговаривать, чтобы влага не выходила с организма. И будет нормально, как в пустыне, держать рот на замке дольше. Ага. То есть самое главное – сохранять влагу? Да, сохранять влагу главное. Меньше разговаривать, меньше плеваться. Много пить не надо, пить глотками. Я пью все время зеленый чай. Вот, могу даже угостить вот с чебанской фляжки, чебанского чая. Пожалуйста. Можно, конечно. Он очень хорошо удаляет жажду. Вот глоток два сделал, все, и пошел. Практически мне вот две фляжки хватает на весь световой день. То есть зеленый чай, он как-то… Он тонизирует. Свойство, да? Тонизирует организм, да, он удаляет жажду. Да, да, да. Да я лишь бы был комфортно одетый, понимаешь, сытый и обутый. Я бы вас сто лет вообще не видел бы всех. Мне лучше в степи находиться. Овцы – это наше все, смеется чебан. С такой позиции и живет. За 12 лет правильного овцеводства отара увеличилась в 10 раз. Сколько точно шерстяных в его кошаре, сам точно не знает. Перестал считать, когда сбился на 850-й ярочке. Довел отару сейчас у меня около 800 голов. Может быть, чуть больше, чуть меньше, честно говоря, я их не считаю. Приход, расход. Такое хозяйство нужно самому. Тем более мобильное. Валерий Иванович давно приспособил к своей работе старенький надежный микроавтобус. Кому куда ярочку свести или себе кошкарчика из глубинки доставить – не вопрос. Сноровка – всему голова. А в чебанстве особенно. Не приспособишься, как говорится, не поедешь. А сиденья свободно убираются здесь. Берешь так вот раз, снял. И вот таким образом они раз-раз все освободились, и получается салон целый. И овец туда, да? Да, полок постелил и вожил овец. Тут можно голов в 6-7 свободно вместить. Салон большой, места много. Хоть что погрузил, хоть что привезешь. Хоть сам расположился здесь. Пожалуйста, Леха, отдыхай, тулуп бросил и спишь. Самый, говорю, христианский вариант удобная машина. Экономичная, 6-7 литров расход, турбодизель. Но особая гордость Голикова – его двор, буквально, ручной работы. Забор сладить или кровлю постелить – сложную задачу по установке всех дворовых сооружений решает сам, своими силами. Так экономнее. А это сами строили с нуля? Да, вот эти кнушки, которые не разрушили, не разбомбили, я вот привез вначале, потом купил в Боровском районе крышу, стены вот поставили из подручного камня, купил профлист и получилось помещение. То есть из подручных, да? То, что здесь разломали, собрали? Да, 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 да. Весь бэушный материал. Нынешний сезон для этой Атары стал одним из самых благоприятных. А код завершен – 120 ягнят от 100 овцематок. А значит, Атара снова выросла качеством и числом. Правда, сам Голиков постоянно ворчит и жалуется на странную аномалию. Скотт говорит, будто сговорился. В этом году в его районе каждая третья овца окатилась двойней. Это в советское время орден Ленина бы дали. А может быть, даже и героя бы. А сейчас, конечно, никто ничего не дашь. Но мне подвойни не нужны. Они, во-первых, мельче и дольше растут. И мамки засосанные получаются. Она износ работает. Молодняк получился крепенький, развивается нормально. Но ветеринар и чабан в одном лице уверен, что главное – не получить приплод, а сохранить его. А это он умеет. Забор тут тоже сами. Забор, да, тоже сами. Вот, я говорю, поголовье растет, вот, пригородил территорию. Вот, теперь вот ворота осталось железные сварить. С приходом настоящего тепла в овцеводческом хозяйстве Голикова наступила самая трудоемкая для любого чабана пора – пора стрижки. Если зимой шерсть защищает животных от холода, то летом становится смертельно опасной. Личинки мух, отложенные в шерсти, вполне могут съесть овцу заживо. То ли в шутку, то ли в заправду, говорит Валерий Иванович. Лежи, лежи, зайка. За час мы стригем пять овец. Но это пока постригешь, пока поймаешь, подрежешь копыта. Вроде хозяйство семейное, рядовое, заурядное, то есть, это если по бумажкам. А на деле – уникальная ферма. Валерий Голиков целенаправленно занимается возрождением особенной породы – едельбаевских овец. Кашкары у меня есть вот такие по 80-90 килограмм мясом. Это чисто стандарт едельбаевской породы. Я вообще и занимался все время восстановлением едельбаевской породы. Ее почти уже похоронили, они переродились. А я все время ездию, каждый год меняю кашкаров, где-то достойных достаю, нахожу и вливаю кров в свою отару. У них только курдюк достигает 20 килограмм по осени веса, один курдюк. А курдюк – это же получается склад энергии. Это как у верблюда горд, что у пчелы мед, что у барана курдюк. У него пока курдюк не высохнет, как у медведя жизнь, он не сдохнет, он выживет, понимаешь. Вообще эта порода, едельбаевская овес, которую я держу, она была создана из двух пород. Это казахская грубошерстная курдючная порода и есарская порода овес. И был такой вот едельбай, селекционер, который скрестил эти две породы и получил едельбаевскую породу овес. Это крупные овцы, очень устойчивые, переносят легко зиму, мясного направления они, она неприхотливая. Она осенью нагуливает жир, и потом за счет этого запаса жира она спокойно переносит тебе нёвку. Допустим, если пройдет даже гололёд в степи, будет ледяная корка, а эти овцы сразу не погибнут. У меня вообще-то есть такая мечта, я хочу, допустим, в свою отару влить все породы курдючных овец, какие есть. Собрать всё самое лучшее. Собрать самое лучшее и влить в свою отару. Вот не знаю, если вот времени и сил у меня хватит, здоровья, вот постараюсь сделать. Просто я овец люблю. Овец теперь многие любят. Это только раньше хорошая баранина была деликатесом. Сегодня она значится первым пунктом в меню государственного значения. А этим животным самой судьбой предначертано, чтобы удельного веса было больше, а мясо нежнее. У этих мяса жиропотом практически оно не пахнет. То есть вот запах вот этот бараний, да? Это от того, что, наверное, овца была для того, чтобы шерсть с неё взять, а её на мясо пустить? Да, 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 потому что она для шерсти идёт. А это мясная порода, жиропотом мяса не пахнет. Но гурманы все довольны остаются, все постоянные клиенты едут ко мне за овцами. Здесь, в округе, каждый знает, что настоящая деликатесная баранина не на базарах продаётся, а водится в хозяйстве Голикова. В соседних областей приезжают за упитанными ярочками с жирными курдюками. Да что рассказывать, если купить барана приезжает сам двойник президента. Сарсинбай Даданов. Тот самый, который даже в КВНовскую сцену выходил за своё очевидное сходство. Оказалось, что Чабану Голикову Даданов старинный друг. Так, тебе какого? В пределах 20 такого? Да, да, да. Сейчас найдём, сейчас я, подожди, я посмотрю, где-то у меня... Чтобы там не стыдно было положить, там, знаешь... Не стыдно будет. Вот и с Алматы едут, смотри. Вот, Сарсинбай! Вот жопа лысая, он курдюк нормальный, вот. Вот он, вот он, вот он. Лови, лови его. Вот она, и навстречу я. Вот она, вот лови её. Вот голая задница, вон она пошла. Вот она. Пока в углу. Лови. Ага. Всё. Ну, дай Дядь Сарсинбаю, пускай он пощупает его, посмотрит. Что, пойдёт? Это высший пилотаж, только не упустите. Два друга, Голиков и Даданов, выросли вместе в одном селе. Там семья Голиковых у всех в почёте была. Мама Валерия Ивановича, незаменимый для села, фельдшер Акушер. Отец, крепкий хозяйственник. И возрождение овцеводства сегодня – это дань тем самым семейным традициям местного животноводства. С одной лишь разницей. На этом, крайнем севере Казахстана, овец ещё никогда не выращивали в таком качестве и количестве. Сколько мы прожили с тобой? Сколько изменений всё равно мы увидели? Ну, не говори. Ё-моё, всё равно Советский Союз видели. Вот, развал видели. Да, да, да. Всё, всё видели. Теперь вот ты крестьянин, я в городе. Кто думал, да? А когда-то в Тимофеевке как нормально жили. Да, я сразу не думал, что я чебаном буду, понимаешь, чебанить буду. Учился вроде на ветру оттягиваться, поработал, всё, коммунистическая власть закончилась. Поработал и всё, и всё. Зато своё. Пришлось, жизнь заставила чебанить. Никому ничего не должен, зато свой труд, своё хозяйство, всё своё. Главное, всё натуральное. Да, да. Сами, дети, всё натуральное. Впрочем, мясо овец пока единственное, что продаётся с этого двора. А шерсть? Шерсть пока совсем не в почёте. А вот шерсть, ребята, извините, она принимается у нас почти за бесценок. Приходится валить в лох. Вот, или на свалку. Раздаю кому надо. Вон она лежит, у меня тон и пропадает этой шерсти. При Сталине, конечно, достреляли бы, наверное. Вот, а сейчас нерентабельно её кантарить и даже везти. Она копейки стоит. Вот сейчас мы копыта подрежем. И побежит она. Это профилактика хромоты, чтобы комфортно было копытцам. Ходить ей. На руках это миникюр, а копыта подрезка, наверное, это педикюр. И теперь на год одной подрезки хватает им полностью. Ну а это, девочка, всё готово. Копыта подрезали и вермек поставили. Вперёд! Ну чё, братка, живой? Ты всё строишь? Чё строить-то собрался? Ну, лес хороший. Последние корабельные сосны на пилите уже кончаете. Это с Россией вот спёрли. Да ты чё, российский лес. Мёд – второе призвание Голиковых. Семьи брата, в смысле Юрия Ивановича, который держит свою передвижную пасеку. Юрий Голиков – поставщик двора. Ну, то есть поставляет свой мёд в аккорду. На нужды администрации президента, на которую официально работает штатным человодом. Накануне вот купил лес, чтобы строить новые пасеки. А сегодня погрузка свежесобранного мёда и длинная дорога в Астану. Астана – 652 километра. Вот баранов вроде рядом нет, а телефон заблеял. Какой-то очень важный звонок от местных чиновников. Они про съёмки уже в курсе и теперь беспокоятся, чтобы Чабан на камеру чего лишнего не наговорил. Да, Жукенович, салам. Да, они уже снимают про меня. Откуда ты знаешь? Ух ты, откуда вы можете знать такую информацию? Телевидение аж с Астаны. Да, это сказал уже, конечно. Да я могу сказать и лишнего, что мне. Да ладно, ладно, всё нормально, Жукенович. Конечно, конечно. Да-да-да-да-да. Ладно, давай. Кто звонил, Валерий Иванович? Это наш главный сельхозуправление зоотехник. Звонил уже. Беспокоится. Да не рассказывай, говорит, как палки в колёса ставили тебе поначалу. Кому, вам? Ну, были тут деятели. Хотя вот, когда я Акимом мог работать, я мог полтора раза и оформить ещё в то время земли. А что вы себе не оформили-то? Ну как, отец не научил меня воровать. Скажут, вот Аким себе землю прихапал там или оформил, понимаешь? Да, да. Такое положение вещей вполне устраивало. Не нравилось ему, что какой-то местный фермер своими овцеводческими успехами затмевает его акиматовские потуги. Но новая Аким пообещала ситуацию исправить. И Голикову пообещала, и съёмочной группе тоже. Без земли ведь население как. Это даже детям понятно. Можно по пальцам, наверное, пересчитать таких людей, которые вот так включены в своё дело, грубо говоря. Фанат. Фанат своего дела. Фанат, конечно, большой. Не у каждого терпения хватит. Земли у него, говорят, нет. Поможете с землей? Ну, конечно, поможем. Конечно, для этого поголовья у него земли мало. За землю может не беспокоиться. Дадите землю. Найдёте. По избищу ему всегда будет. За ответом на вопрос, дадут ли землю для расширения и на какие возможности государство ещё может расщедриться, Чабан решил разузнать на самом высоком уровне. Правда, личную встречу Чабана с чиновниками из больших минсельхозовских кабинетов помогла устроить администрация президента. У самого Голикова. Что уж лукавить, это вряд ли бы получилось. Переживал Валерий Иванович сильно. И Атару надо было оставить на пару длинных дней. И Астану, столицу, ещё не видел никогда. Астану, столицу, ещё не видел никогда. Офигеть. Вот это коробочки. Так, коробочки. Как они стоят, я не представляю. И не падают. Для семьи Голиковых день в Астане, как маленький отпуск, Валерий Иванович признаётся, из своего села ни разу дальше области не выезжал аж с 1987 года. Раньше только в кино такое видел. А теперь смотри, в родной столице. Юр, а чего небоскрёбы-то кривые? Что их повело в разные стороны? Архитектура такая. Да ты чё? Тут вся Вененка у нас поместится в этом небоскрёбе, жить может. Залез, далеко Атару видно, куда скот ушёл. Не, я в город никогда не приеду. Здесь вот мрамор, камень, дышать можно, а по асфальту вообще испарения от асфальта дышать нечем. Засматриваясь на застройку воднозелёного бульвара, главное не забыть о цели приезда и не опоздать на такую важную для чабана встречу в верхах. Валерию Голикову, как передовику овцеводу назначили личную встречу с главным специалистом по животноводчеству Министерства сельского хозяйства. Чтобы проконсультироваться можно было сразу обо всём. И о статусе племенной Атары, и о субсидиях на технику, и о льготных программах от государства. В этом году специально в помощь овцеводам Минсельхоз разработал сразу несколько программ. Например, теперь фермерам субсидируют покупку техники. А ещё чабану положено по полторы тысячи тенге за разведение каждой племенной головы в Атаре. Эти субсидии будут иметь силу как первоначальный взрослый. Отличная программа. А я голову ломаю, где мне 2 миллиона взять, чтобы внесить? Первоначальный взнос, чтобы приобрести трактор, пресс-подборщик и кун. Я вам прямо с его. А, вы видите? Ага. Во-во-во-во, вот ташка без очков. Я бы вообще, конечно, пожелал таких вот людей, которые на селе остаются, работяги, действительно, работяги. Их же всё равно немного, тех, кто остается. Конечно, немного совсем. И они надо этим помогать, именно людям, которые остаются на селе и работают. Молодым людям. Чтобы поднимали инфраструктуру села, ему надо помочь всячески. Дать землю обязательно, закупить скот, построить ферму, дать технику. Пускай только человек работает, развивается. Потихоньку этот отток снижает? Конечно, конечно. Сейчас овцеводы получают субсидии, только если их поголовье превышает 600 овцематок. В этом случае фактически оттара дотягивает до тысячи голов. У Голикова именно такая оттара. Но он трудился над этим 12 лет. Потому Валерий Иванович не удержался, да и высказал чиновнику Минсельхоза своё рационализаторское предложение. Купил он на 300 голов 15 баронечков производителей, и уже можно помогать ему в этом смысле. Единственное, чтобы снизить немножко критерии по поголовью. 600 голов – это много, это поголовье большое. Конечно, ваши предложения дельные. Для мелких, для семейных ферм, это можно учесть, конечно. Чабан Голиков – человек сельский, простой, но всегда готовый добиться своего. Привычка такая, характер. После встречи в Минсельхозе у Валерия Голикова даже шаг стал будто спокойнее. Заметно приободрился, прогуливаясь после министерской аудиенции по архитектурным красотам столицы. Стало быть, не зря в Астану съездил, не зря Атару на пару дней оставлял. А это, Саш, что? Эмма? Резиденция? Да, это Аккорда, резиденция президентов. Да, да. Красиво вообще всё построено. Разговора нет. Одобряете? Конечно, конечно. Вот правительство, сенат, рядом мажилист, Аккорда. То есть тут всё в одном месте? Всё вместе, в одном кулаке. В одном кулаке? У нашего президента. Дай Бог ему здоровья. И кулака того, как Голиков выразился, хватит не только на чиновников из министерских высоток, а и тем, кто живёт поближе к земле, но не любит её, матушку. Тут тоже бы надо помахать большим государственным кулаком, считает Голиков. Скажите, а чего в стране не хватает? Может быть, и в людях проблема, да? А почему овцеводство развивается, но как-то медленно всё равно всё это происходит? Почему мы ленивые такие? Или в чём проблема? Во-первых, нужна земля. Вот тогда можно развивать овцеводство. А земли нет, потому что частники всё позабирали, да? Если бы я был бы тут в минсельхозе, поработал, я бы, допустим, вот эта земля, у кого находится на руках, а он живёт где-то в городе, на ней не живёт, я бы эту землю у них бы аннулировал, а дал бы тем людям, которые работают на этой земле и живут в этом селе. Нужна воля со стороны минсельхоза, правильно? Конечно, конечно. В столице хорошо, а за степными бескрайними горизонтами братья Голиковы, очевидно, заскучали. Хорошо столицу удивлять может не только архитектурой. Вот возле самого Байтирека оказался вроде неприметный трактор, но это нам неприметный, а для фермера он любопытнее любого небоскрёба. Беларусь, да, маленький, смотри, городской, полноприводный юр. Вот такое надо вот крестьянам дома. Крылья пластмассовые, хорошая машина, смотри. Сколько он стоит, наверное, миллиона два, не больше полтора? Где-то около двух, наверное, стоит точно. Да, навеска, всё как у трактора, как игрушечный. Хорошая машина. Вернувшись домой, Чабан охотно рассуждает об услышанном в Астане. Расщедрившийся на заботу об овцеводах минсельхоз даёт резонный повод помечтать об укрупнении Атары. Голиков говорит, если бы такую поддержку получил раньше, когда только начинал эти 12 длинных лет, пролетели бы куда быстрее. Вообще благодарное дело заниматься овцеводством в современном Казахстане. Ну, мы живём в азиатской стране, ребята. У нас что надо? В первую очередь подать бас на стол. Овцы у нас всегда спросом пользуются и будут пользоваться, понимаете?